Сегодня мы с вами отправляемся в Новую Зеландию и нарисуем необычный сюжет. Настоящие домики хоббитов. Съемки знаменитых фильмов про хоббитов по романам Толкиена проходили в Новой Зеландии. Для этого фильма специально не стали создавать декорации, а построили специальную отдельную настоящую деревню, засадили ее садами, обустроили ландшафты и назвали ее деревню Хоббитом. То есть это такой национальный и памятник, и место туристическое, куда съезжается каждый год огромное количество людей для того, чтобы посмотреть это своими глазами. Трудились над этими декорациями в течение 9 месяцев очень много народу и создали вот эту деревню Хоббитон. Все делалось основательно и капитально. В самой деревне более 30 домов хоббитов, но не все дома внутри обустроены. Многие просто представляют собой такой фасад с дверкой. Построен оригинальный старинный арочный мост над озером. И изгороди засажены сады. Сейчас, конечно, это все не такое цветущее, не такое красивое, как было в самом фильме, при съемках. Ну, там не так уж часто за этим всем ухаживают, но в любом случае все выглядит очень оригинально и очень необычно. Я сейчас делаю такой легкий набросок линейный, так как это у нас фасад здания. У нас самое главное, важное место занимает дверка, которую я нарисовала, вот такая полукруглая дверка. И такая вот бурная красивая растительность, которая окружает все. И хочется наполнить различными мелкими деталями. Вот я рисую вот этот вот покошенный немножечко стульчик. Шляпка висит на подлокотнике. Будут какие-то разбросаны скляночки, кувшинчики. Лопата вот воткнутая, вы видите, в кустах. То есть все должно быть такое, как будто бы оттуда только что вышел этот хоббит, что-то там делал и обратно зашел. То есть ощущение того, что жизнь, жизнь за этой дверкой. Вот так вот я показываю растительность, для того, чтобы наметить для себя, что она у меня там есть. Чтобы не закрасить все это темным коричневым цветом, который там на ее фоне сзади виден. Такая вот аккуратная, пушистая растительность. Очень много маленьких элементов. Вам можно самим решать, что рисовать, а что нет. Что-то можно опустить. То есть тут никто не говорит о том, что нужно прям все слепо скопировать. Вообще, даже если вы что-то приносите свое, это замечательно. Сами эти домики, они представляют собой землянку. То есть, если вы посмотрите на референс, видно, что это холм. А внутри вырыта была какая-то такая нора. И внутри была она обустроена. То есть укрепление какое-то, вот эта вот передняя фронтальная часть, стена дома. А сама это нора. Сверху нет как таковой крыши. Есть холм, на котором растет трава. Вот так вот я его показываю. 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 Намечаю, что там у меня кирпичики, кирпичная кладка, основательные такие досочки. То, что это доска, потом покажу в цвете, работать я буду маркерами в этот раз. Здесь тоже есть такая доска основательная, широкая, большая. Продолжение следует... Малюсенькие детали, висят какие-то венечки сухие, что-то засушенное, стоят кувшинчики на полочке. Это все создает ощущение жизни. Здесь такой куст красивый. И вот лопата, оставленная, брошенная здесь в кустах. То есть тоже будет. Малюсенькие детали. Малюсенькие детали. Прямо на тропиночке. Вот, собственно, весь линейный рисуночек. Более ничего пока не буду делать. Начинаю я с самого яркого пятна, самого светлого, с этой дверки желтенькой. И просто ее покрываю полностью. Покрываю желтым цветом. Здесь тоже имеется желтый оттеночек. Возможно, там какая-то тоже маленькая дверка. Может быть, это окошечко, кусочек стены, в общем. Тут у меня бежевый оттеночек. Тоже все просто покрываю. Потом я буду уже намечать теневые участки, показывать фактуру. Это все впоследствии. Продолжение следует... Поле холодный оттеночек коричневого на всех вот этих досочках, которые имеются. Я его наношу. Опять же, избавляюсь от белого чистого листа. Отмечаю различные цветовые пятна. Намечаю, разбиваю все по цвету. Потом мне будет проще ориентироваться. Дверная рама тоже коричневая, деревянная. Дверная рамка. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кирпичики имеют Немножко красноватый оттеночек Красно-коричневый цвет Покрываю полностью кирпичную стену Впоследствии я уже Более контрастно выделю кирпичики Маленькие кувшинчики намечаю Тоже цветом и стульчик у нас Такого синего цвета Голубоватого, такого холодного оттенка Тоже его пока что просто обведу Теперь зелень Я также точечно ее прорабатываю Этот слой зелени сверху Растительный холм Тоже просто точечно, аккуратненько У меня маркер с кисточкой на конце Тихонечко-тихонечко Вот так вот Легонечко Такими хаотичными Штрешочками маленькими Вот этот куст можно просто в принципе залить Он такой достаточно пышный И объем я потом покажу более темным маркером Точечно, либо заливкой Вы потом увидите, что Растительность будет более проработанная На дальнейших этапах Вот уже видно Какие части сюжета у нас будут Какими цветами То есть разбивка по цвету практически выполнена Продолжение следует... Красный цвет у нас имеется Тут в некоторых местах Хочется цветочки показать Они такие красивенькие Пусть тоже там будут у меня на скетче И фонарик у нас еще красного цвета Вот так вот я его показываю Этот цвет Вот Здесь какие-то травочки Тут травочки Красненькие И вот здесь вот висит сушеная красная травка Хочется этого красного цвета тоже везде добавлять Чтобы как-то поддержать его и в других частях сюжета Теперь я точечно показываю Показываю теневые участки Все этой бурной растительности Точечно, просто аккуратненько Точки это имитация таких вот маленьких лепесточков Вы же не будете прорисовывать каждый лепесточек Если вы работаете акварелью Делайте то же самое Просто тоненькой кисточкой Я уже все то же самое проделывала В видео про китайскую стену Акварелью Тоже там подобные вещи делали Травиночки просто вот так вот Штришочками, линиями Резкими вверх А листики более вот такими большими мазками Потому что листики все таки имеют форму Они у нас на переднем плане И достаточно их хорошо видны И различима их форма Шляпа такого холодного оттеночка Подушка Подушку возможно потом перекрашу Она мне кажется теряется немножечко Теперь добавляю тени От вот этой вот коричневой балки Падает тень Вообще у нас освещение справа Сверху Мы это можем наблюдать где Мы можем наблюдать это на тени По тени на самой двери Желтенькой Видите от обрамления двери круглого Падает тень такая достаточно глубокая Это говорит о том То что освещение у нас справа И немножко сверху Почему сверху? Потому что у нас порог дверной Он такой светленький Если вы обратите внимание Это я показала текстуру Деревянную текстуру двери Просто такими штришочками У кого нет огромного ассортимента Цветовой гаммы Вообще маркеров Можно пользоваться цветными карандашами Вообще цветные карандаши Замечательный материал Для того чтобы использовать их Как в помощь акварели Их маркерам Я всегда их использую Но вот в этих видео уроках Я просто пользуюсь только линером Для того чтобы просто Не нагружать вас информацией больше Чтобы вы совсем не запутались Но цветные карандаши Можете смело использовать Они отлично дополняют Материалы такие как акварели, маркеры Точечная показала тень от растительности На двери Таким холодным бежевым оттенком Здесь имеются такие Немножечко Состаренные Поверхности внизу Показывают так Черточками Что эта дверка такая старенькая Уже состаренная поверхность двери Продолжение следует... Теперь добавляю контраст Взяла очень такой глубокий Насыщенный коричневый цвет И добавляю его везде Где у меня такие тени Очень глубокие Они вот сверху будут На деревянных балках Вот тут вот В растительности тоже просматривается Что там темные коричневые участки Сейчас у нас появится такой объем Глубина А сами доски Я вот так вот просто полосочками Показываю Текстуру доски Досочки имеют такие углубления По фактуре они такие бугристые Трещины у них имеются То есть это можно вот так Просто линиями показать Размываю аккуратно Размываю аккуратно Чтобы не было таких вот прям Каких-то конкретных Не очень красивых Ярких линий Сверху досочка посветлее Поэтому там вот я размыла А снизу потемнее Там можно более жирные линии наносить Вот так вот Для скетчевой техники Это очень даже хорошо Годится Во-первых, вы можете очень быстро Показать самые важные какие-то детали Не застревать на каком-то одном элементе Для того, чтобы прорабатывать Сидеть одну досочку полчаса Мы можем за полчаса Весь скетч нарисовать И отправиться дальше Другой домик рисовать Если мы находимся Например, там на месте Мы можем застревать Вот так вот Давай Продолжение следует... Вообще домиков там очень много, я уже сказала, что их больше 30-35, и они все такие красивые, такие все сказочно-кукольные, и хочется нарисовать каждый. Если бы я там была с блокнотом, я бы, наверное, возле каждого застревала на полчаса, и мне бы очень хотелось их все нарисовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тени прорабатываю более темным зеленым цветом. Тоже хочется немножечко конкретики внести, травиночки кое-какие. Вот тут вот тоже очень темные участки. Здесь есть очень темные листики, я их прямо поштучно некоторые покажу. Вот можно штрихами, а можно вот такие прямо лепесточки рисовать. Подушку сделаю красным цветом, красный цвет туда прям напрашивается. Вот прям не хватает чего-то еще красненького. Мне кажется, так намного ярче и интереснее будет смотреться. Уже картинка у нас собирается так воедино. Появляется контраст, появляется конкретика. И позже, если бы, когда я сделаю детализацию, все совсем приобретет иной вид. Продолжение следует... Ручку дверную поярче нарисовала. Вот здесь, наверное, какая-то замочная скважина, может быть. Тени еще углубляю посильнее. Мы практически уже движемся к завершению. Тени на кувшинчиках сейчас покажу, а то они совсем потерялись тут, как одно общее пятно смотрелись. Теперь я взяла линер и буду обводить все важные элементы для того, чтобы появилась такая четкость картинки. Шляпка. Вот уже хорошо видна. Сам стульчик проявляется. Тем более, что стульчик у нас на переднем плане. Он должен более четко выглядеть. Вот досочки тоже покажу, что между ними имеется такие вот немножечко пространство. Потому что досочки старые, уже ветхие. Щели такие небольшие между ними. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Кирпичики Тоже я их не пересчитываю Просто так хаотично Быстренько Схематично показала Эти кирпичики Досочки обвожу тоже Кирпичики я просто пятнышками Показала там тоже Затемненные участки на них До этого еще темно-коричневым цветом Вот теперь я их немножечко Разграничила между собой Кладка появилась кирпичная Вот это тоже Висящее Сушеное Как украшение Да, тоже сейчас Немножечко вперед Выведу на передний план Поближе немножко Затерялось совсем совершенно Субтитры сделал DimaTorzok И вот сверху тоже хочется Немножечко Красоты Листиков Показать У них такие прожилочки Растительность немножко Графически покажу Тоже листики Чтобы они более ближе Уже показались Субтитры сделал DimaTorzok Белой ручкой Сейчас я покажу Немножко таких Цветочков Они имеются здесь Но я их сделаю Возможно Немножко побольше Сразу так Разбавляется Освежается Картинка Тут пусть тоже будут Беленькие цветочки Вот так праздничные Нарядно уже стало с ними И вот Все-таки я взяла Карандашики Тоже хочу Немножко тень На подушечке Показать А то она Как какое-то пятно Вот здесь Затемняю ее Маленечко И дверку Хочется Еще немножечко Ее поярче сделать Оранжевого Вот это Вот Таким образом Я говорила Что можно показать Фактуру дерева Фактуру этой Немножечко Выцветшей краски И вот Сереньким цветом Я здесь ее Состариваю Эту дверку Такие вот Подтеки Некрашенные Здесь тень Тоже затеняю Просто Штриховочкой Затенила Коричневым цветом Маленечко Тут тоже Поконтрастнее Покажу Цвет Здесь досочки Разделить нужно Кувшинчики Поярче И вот тут Хочу Немножко Увести Тень Она там Есть Такая Достаточно Хорошая Тень Сразу Углубление Показалось И вот Здесь Немножко Эти Венички Сушеные Тоже Покажу Немножко Выделю Как раз Поддержу Зеленый Синий Стульчик Синим Цветом Дополнительно Уведенным И Тут Коричневого Побольше Ну вот Собственно Скетч Готов Погуляли По Новой Зеландии Надеюсь Вам Очень Понравилось